Всем-всем привет! С вами Клеопатра! В этом видео я покажу, как пройти третье рождественское испытание. И прежде чем мы начнем, хочу пригласить вас в клан 10 уровня Ликсел. Клан направлен на клановые войны и ЛВК. Вход открыт, начиная от 10 ратуши с героями 35-35 и выше. Если вы хотите побеждать в каждом КВ и получать много медалей в ЛВК, то вам нужен именно этот клан. За 4 месяца ребята достигли мастер лиги 3, а в ходе клановых войн вам будет очень сложно найти красную полосу. Среди лучших игроков клана руководство разыгрывает золотой пропуск и другие бонусы. Ребята качают столицу клана и участвуют в столичной лиге. А тег, как всегда, можно найти в описании к этому видео. Сегодня мы разберем, как пройти третье рождественское испытание. Если вы проходили два предыдущих, то у вас уже должно быть 6 звезд. Это значит, что после прохождения третьего испытания вы сможете забрать еще одну награду. Это крыша для кланового домика. Третье испытание будет немного посложнее, чем два предыдущих, но и тут можно справиться, если знать тактику. Прежде всего, давайте посмотрим, что у нас с базой. Здесь мы видим, что на базе появилось гораздо больше всего, чем в предыдущих испытаниях, поэтому уже сразу визуально понятно, что будет немного посложнее. Мы увидим достаточно длинную армию, здесь много чего в войсках и достаточно много всего на базах, в том числе и подарков. Причем подарки тоже разные и красные и желтые. Красные появляются от заклинания Санты, а желтые появляются от заклинания Бабаха. Это тоже временное заклинание, которое раньше было в Клэше. Вся база, по сути, разделена на сектора. С правой стороны стоит швырятель, много орлов и инвизы, наверху много ядов, слева монолиты строителей, а внизу много лучниц. Ну а в центре находится ратуша, инферно и клановая крепость с героями. Как всегда, рекомендую сначала посмотреть, а потом повторять, потому что тут деталей много и можно что-то упустить. Прежде всего, начинаем с того, что кидаем на этот швырятель триас и три заклинания Санты, прямо в центр швырятеля. Швырятель мы успешно снесем, после чего запускаем два бомбера на открытие секторов забора по красным стрелкам. Нам нужно раскрыть и одну линию, и вторую. Когда забор раскрыт, то в сектор с башнями заклинаний запускаем короля, а королеву запускаем по красной стрелке справа, тут стоит Тесла. После уничтожения первого хранителя на углу королева может пойти как вверх, так и в левую сторону. В принципе, абсолютно не важно, куда она пойдет, главное, чтобы она помогла королю зачистить этот сектор. Здесь может быть довольно проблематично за счет того, что хранитель наносит неплохой урон. Если будет нужно, то прожмите королеву. Короля пока что можно не прожимать. В центре находятся король и чемпионка. Внимательно смотрите на значки над их головой. Когда у них вопросительный знак, то ничего пока делать не надо, но когда появляются два восклицательных, то можно подкинуть по одной охотнице за головами на каждого героя. Это поможет застопорить вражеских героев и быстрее их уничтожить. После выпуска охотниц за головами переходим в верхний сектор. У нас наверху находятся четыре башни с заклинанием яда, и чтобы все их активировать, достаточно вот сюда высадить одного гиганта. Башни активируются, выпустят яд и начнут копить на другой. К этому моменту, скорее всего, у вас уже вылетит клановая крепость. Внутри находится ледяная гончая. Бросаем на нее яд, и если зацепите чемпионку, этим ядом будет вдвойне хорошо, потому что вражеский герой будет еще и замедлен. Если нужно, прожимаем короля и переходим в верхнюю часть карты. Яда у нас уже отработали, поэтому они для нас не страшны. По красным стрелкам высаживаем две группы хогов и проверяем, чтобы хранитель был в наземном режиме. Также с хогами высаживаем хранителя и чемпионку, и готовим заклинание хила, которое бросаем в зону действия инферно. Просто наблюдаем за происходящим. Хоги у нас перемещаются поближе к ратуши, и с правой стороны добиваются щенки от ледяной гончи. Наша задача теперь разобраться с нижним сектором, поэтому перемещаемся вниз и используем одного бомбера для того, чтобы раскрыть забор около нижней башни лучницы. Дальше высаживаем два гиганта, им в спину высаживаем магов, и можно высадить лучниц на соседнюю башню лучниц. Все вместе это у нас уничтожит башни и поможет для продвижения героев. Теперь около ратуши мы можем прожать хранителя перед тем, как ратуша будет уничтожена, для того, чтобы сохранить хогов и чемпионку, которая находится рядом. Заклинание мороза и прижатие чемпионки старайтесь сохранить до конца атаки, потому что с помощью фриза можно легко перекрыть монолит, для того, чтобы он не атаковал по героям, и быстро уничтожить левый сектор. Оставшихся юнитов просто добрасываем на добив базы и наслаждаемся результатом в три звезды. Как вы видите, времени еще осталось довольно много, и по силам у меня даже не использованы некоторые юниты. Поэтому не могу назвать это испытание сложным, но определенно оно более трудное, чем два предыдущих, которых можно было чуть ли не в одну точку все войска скинуть, и здесь нужно подумать, как посекторно зачистить всю базу. Но я надеюсь, что с таким гайдом проблемы у вас быть не должно, поэтому обязательно делитесь этим роликом с друзьями и с окланами, чтобы они тоже смогли пройти испытания и забрать себе новый декор для окланового домика. Чтобы его забрать, после прохождения достаточно вновь зайти в список испытаний для Клэш Рождества и забрать отсюда награду. А нам осталось дождаться появления еще двух рождественских испытаний. А я хочу поблагодарить спонсоров канала Янис, Сергей, Саша, Алексей, Даня, Мухожир и Милена за помощь и поддержку в развитии канала. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй интересный или забавный комментарий к этому выпуску. Не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи, и пока-пока!